Всем привет! Меня зовут Светлана, мы живем в Украине, в городе Харькове, и вы на нашем канале Сад Света Светланы. Зима. Почему хвойные, даже очень взрослые, выглядят как будто бы похудевшими? Крона их уменьшилась, как будто бы высохла. Зимой хвойные растения продолжают испарять влагу с поверхности своих хвоинок и естественным образом немного худеют. Если ваши хвойные похудели в зимний период, не переживайте, это нормальное явление. Вот все наши туи, здесь хорошо очень видно, действительно похудели к зиме. Придет весна, начнется правильное питание, заработают корешки, и хвоя на глазах у вас будет как будто бы увеличиваться. Ваши растения с каждым днем, с каждым весенним днем будут все больше и больше набирать объем. Поэтому, друзья, если сейчас немного тускловатый вид имеют ваши хвойные похудевшие, не переживайте, это нормальное явление для зимнего внешнего вида хвойных растений. Можно ли зимой, во время оттепелей или просто во время морозных дней, если освободилось у вас время, стричь ваши хвойные растения? Если вы живете в южном регионе, если у вас очень мягкая зима, как пример могу привести Крым, хвойные растения можно стричь. Если у вас нет резких перепадов температур, я бы все же эту процедуру отложила на тот период уже, когда близко уже весна, либо это поздняя осень, температура еще комфортная. Повторюсь, в южном регионе и где очень мягкие зимы, хвойные растения можно при желании стричь. Во всех остальных регионах, как пример это Харьков, Харьковская область, пятая климатическая зона и средняя полоса России, все эти регионы мы стрижем хвойные растения с мая по конец сентября месяца. Ну, может быть где-то, какие-то корректирующие стрижки в начале октября. Все, зимой хвойные растения мы не стрижем. Почему этого нельзя делать? После стрижек, естественно, растение ослабевает. Ему необходим период для адаптации, для того, чтобы наросли новые хвоиночки, чтобы зажили все ранки и растение подготовилось к зимнему периоду. А если мы сейчас обрежем, нагрузка будет неимоверная на ваши хвойные растения. Корневая еще не работает, испарение продолжается, а вы еще больше ослабили ваши хвойные растения. Поэтому немного времени осталось. Подождите до весны. Весной вместе с нами будем стричь и придавать новые формы хвойным растениям в нашем и в ваших садах. Придет весна, многие из вас приобретут хвойные растения, высадят их в своих садах. И встанет вопрос, можно ли обрезать хвойные растения в первый год посадки. Уверена, что многие вы читаете информацию, что обрезку в первый год посадки делать не стоит. Но мы все проводим эксперименты в своих садах и все меняется с течением времени. Какие-то рекомендации тоже, возможно, уже теряют некоторую актуальность. Проверяла я на растениях в своем саду. Большое количество растений обрезала именно в первый год посадки. В качестве эксперимента. Для того, чтобы понимать, как будет вести себя растение. Иной раз высаживаешь и что-то действительно не очень нравится. Какие-то веточки выбиваются за контур вашего растения. А вам хочется, чтобы и в первый год посадки сразу растение выглядело декоративно. Мое мнение такое. Если вы можете после того, как вы высадили вновь приобретенное растение и обрезку сделали его небольшую. Вот рекомендую делать на одну треть первую обрезку. Сделайте чуть меньше, чем на одну треть. Слегка подкорректируйте форму вашего хвойного растения. После этого обработайте антистрессовым препаратом типа Эпин, Мегафол, Эмси-крем, Циркон. Для того, чтобы снять стресс с вашего хвойного растения. Поливайте. И если вы обеспечите регулярный достойный уход, качественный. Уверена, что вашему растению не повредит обрезка даже в первый год посадки. Если вы приобрели растение в питомнике, если вы приобрели растение у ваших хороших друзей и знакомых. Не имеет значения для того, чтобы вы были совершенно спокойны, что с хвойным растением из питомника или даже от ваших близких друзей. Вы не привезли какое-нибудь заболевание или вредителей. Даже ваши самые хорошие друзья, если что-то обрабатывали, могут случайным образом упустить вот этот момент. Ну, мы все люди, так бывает. Для того, чтобы быть уверенным, что ваше растение будет здоровым и будет расти без проблем в вашем саду и не будет вредить всем своим соседям. Обязательно обработайте препаратом от болезней типа фундазол, топаз или же бордовская смесь однопроцентная. Читайте инструкцию на препаратах. Обработайте фунгицидами от болезней и обработайте инсектицидами от вредителей. Как пример могу привезти препарат Актелик. Замечательно работает. Вот привезли вы растения из питомника, обработали их все, высадили в землю и в этом случае вы будете спокойны. Что даже если случайным образом какая-то проблема была на хвойных, вы ее купировали и не дали распространения этой болезни на другие растения в своем саду. Чем я удобряю хвойные растения при высадке в своем саду? Либо любым укоренителем типа корневин. Если ваше хвойное растение имеет не очень большую корневую систему, на ваш взгляд вам покажется, что мало корешков и она не очень развитая. Замечательный препарат, которым я пользуюсь при высадке хвойных растений. Препарат Радифарм. Он запустит корневую систему и достаточно быстро начнут образовываться новые всасывающие корешки у вашего хвойного растения. Естественно, быстрее ваше хвойное растение укоренится и будет сильным для того, чтобы и хвоя увеличивалась, и рост вашего хвойного растения был более интенсивным. Вновь высаженные хвойные растения в течение двух лет будут укореняться и адаптироваться в вашем саду. Это я говорю для того, чтобы если вдруг вы видите, что вот вы высадили, а роста такого вот интенсивного еще нет, учтите, что растения все адаптируются к новым условиям. И через 2-3-4 года рост их будет очень интенсивным. У вас на глазах начнет увеличиваться ваш хвойный сад. Друзья, у нас сегодня очень ветрено, поэтому если будут небольшие помехи, уж извините нас. Когда весной удобрять хвойные растения, можно рассыпать удобрения, а талые воды их унесут. Я бы, друзья, вообще в этот период их не удобряла. Для себя отметила один важный фактор. Все удобрения начинают всасываться корешками в земле, которая прогрета до 15 градусов. Вот если температура почвы ниже 15 градусов, не работает корневая система должным образом и не вытаскивает из почвы питательные вещества, которые вы заложили. Вот только температура 15-16 градусов, и все растения в саду будут интенсивно начинать кушать все то, что вы им предложили. Поэтому я, как правило, начинаю удобрять хвойные растения. Либо же, если температура повышается опрыскиванием по хвое при температуре 10-15 градусов окружающей среды, для того, чтобы как-то поддержать растения. Какими препаратами я пользуюсь? Например, железный купорос. Можно совместить, кстати, обработку железным купоросом 3-х процентным. И это у вас будет одновременно и обработка весенняя какая-то очередная. Ну, допустим, это будет в конце апреля или в мае месяце. И это же у вас будет и подкормкой ваших хвойных растений. Либо препаратами Мегафол, Эмси-крем, те, которые являются и антистрессовыми, в то же время являются и замечательной подкормкой, в том числе и для хвойных растений. Когда уже оттает почва и даст вам возможность заделать удобрение в приствольный круг ваших хвойных растений, вы можете использовать удобрение Осмокот для хвойных растений, формула 5-6. Это именно то удобрение, которым я пользовалась и которое могу рекомендовать. Другими не пользовалась, сказать ничего не могу. Расчет этого удобрения под каждое растение такой. Растение до 60 сантиметров, маленькое, мы удобряем количеством в 20 грамм, заделываем почву, приствольный круг, роем ямку небольшую, сантиметра 3-4, рассыпаем вот так по всему периметру, по окружности, вот вокруг хвойного растения, вот эти гранулы. Сверху засыпаем землей, гранулы эти будут действовать в течение 5-6 месяцев и при определенной температуре будут высвобождаться определенные микроэлементы. Какой принцип действия этого удобрения Осмокот? Вот при температуре 15 градусов освобождается азот, при температуре 20 градусов следующие препараты и так освобождаются при определенной температуре именно те препараты и именно в тот период весенне-летне-осеннего периода, который необходим вашим хвойным растениям. Растение, которое имеет высоту 1,20-1,50 метра, мы удваиваем дозу закладки весной удобрения Осмокот. У нас получается на высоту хвойного 1,20-1,50 метра мы будем уже ложить 40-50 грамм удобрения по приствольному кругу и рассчитываем от высоты вашего растения количество удобрения. Я надеюсь, что это понятно. В описании под видео напишу всю норму этого удобрения. Сложно ли пересаживать взрослые хвойные растения? Вот я сейчас стою около туи. Посмотрите, какая ее высота. Вот снега немного, но вот у меня рост 1,64 метра. Какая высота сейчас этой туи, Вадик? 2,5 метра. 2,5 метра? Ну, чуть больше. Ну, я думаю, что она была ниже сантиметров на 30, да? 2,20 где-то мы высаживали ее. Вот мы ее пересаживали. Пересаживали мы эту тую в очень неблагоприятный период. Это был июль месяц, конец июля. Было очень жарко. Но вот такая сложилась ситуация. Выкопали мы ее с очень большим комом земли. Необходимо сделать так при выкопке, если у вас растение выкапывается где-то, чтобы у вас этот ком не осыпался. Вот мы большой убрали ткань, типа мешковины, закутывали этот ком. И именно вот с этим комом везли уже на постоянное место жительства. Условия природные в этот момент были неблагоприятные. Было очень жарко. Но мы обеспечили регулярный полив. Антистрессовыми препаратами я обрабатывала. Никаких подкормок, кроме укоренителя, которым я пролила корневую систему. Типа корневин я, наверное, пользовалась. Радифармом я вот именно на этой туи не пользовалась. И если вы используете укоренитель при таких посадках, то используйте его каждые 7-10 дней. 3-4 раза вот в течение месяца будет достаточно. Замечательно чувствует себя туя. Никаких у нас изменений в ней вообще не было. Ни пожелтения. Вот чтобы я увидела, что растение испытало стресс, нет. Конечно, мы, учитывая, что растение взрослое, более пристальное внимание ей уделяли. Я регулярно ее осматривала. Не забывала, что это вновь посаженное растение. Но, как видите, совершенно спокойно можно пересаживать растения. Один большой нюанс и одно неудобство, это то, что растения эти большие, тяжелые. Поэтому, конечно, нужно приложить физическую силу. А в остальном сложности я никаких не вижу. Красавица Golden Globe. Пахнет вот так, между веточками провожу руками. Очень нежный хвойный аромат. И, посмотрите, открываю внутри салатового цвета, внутри побеги. Окончились шутки. Не страшно, что хвойное растение похудело зимой. Важно, что, смотрите, все чистенько внутри. И растению легко, и комфортно. И вы спокойны, что никаких вредителей, никаких заболеваний у вас зимой не будет вот тут концентрироваться. Можно ли зимой высаживать хвойные растения? Да, можно, если вам позволяет почва. Если вы сможете выкопать ямку, либо же, если вы с осени подготовили яму, и знаете, что в это место можно посадить хвойное растение, с закрытой корневой системой вы можете поместить хвойное растение в грунт. Помещаете хвойное растение в почву, присыпьте сверху землей, и оставляете до того момента, как начнется уже весна. Как только позволит почва, начнет интенсивно идти потепление, начинайте хорошо проливать ваше хвойное растение, и уже утрамбуйте вокруг хвойного растения землю и почву, которая у вас в яме засыпана правильным образом. Вот такое, вот так, как вы бы высаживали в хорошую мягкую землю. Но это если у кого есть такая необходимость зимой, или вот как-то сложились так обстоятельства, что вам зимой необходимо ваше хвойное растение куда-то поместить. Еще один нюанс. Очень часто задают вопросы, что делать, если зимой приобрели хвойные растения, держать ли их дома на балконе, или выносить и вывозить в свой сад. Я однозначно только за то, чтобы ваши хвойные растения даже зимой проводили свое время на открытом воздухе в саду. Найдите такое место, обеспечьте такие условия, но не храните в условиях квартиры. Вы не сможете обеспечить правильный климат для хвойного растения. Хвойные растения очень не любят сухой воздух. А в квартирах у нас, где центральное отопление, конечно же воздух сухой. Но возможно, если это не отапливаемая веранда, то можно. Но опять же, если у вас свой дом, и зачем вам веранда, если вам можно выйти в момент оттепели, откопать, постараться землю, и поместить туда растения до весны. А как только наступит весна, сразу быстро выкопать ямку и высадить свое хвойное растение. Друзья, надеемся, что наше сегодняшнее видео еще больше расширит ваши знания о хвойных растениях, что необходимо делать ранней весной, что необходимо делать зимой. Высаживайте в свои сады хвойные растения. Именно они создают красоту в зимнем саду, декоративный в течение всего сезона. И когда идет снежок, и когда его нет, и весной, и как только сойдет снег, именно хвойные растения создают иллюзию того, что зимы никогда и не было. Все зелено, сочно и очень красиво. Немного вашего внимания, и красота будет вокруг вас, в вашем саду в течение всего года. Вам желаем всего самого хорошего, вдохновения. А мы с вами уже очень скоро увидимся на нашем канале Сад Света Светланы. Всем пока-пока!